Девушки отдыхают В доме 15 по переулку Почтовой все особенное. Единственный подъезд, два первых этажа заняты офисами. Огромные холлы и ни одной лампочки ни в подъезде, ни на этажах. Особенными стали и цифры в квитанциях. Оплата за ОДН два месяца назад подскочила в шесть раз. Вот в мае купили здесь комнату. То есть в мае-июнь я заплатила ОДН нормально. Там тоже около 60 рублей что-то было. А когда в июле пришли квитанции, я просто даже не поняла сначала, за что такая сумма. У меня за август месяц электроэнергии 80 киловатт намоталось. А ОДН пришел 900 с лишним аж. Это в три раза больше, чем я сама пользуюсь электроэнергией. То есть у меня тоже нет возможности, у меня ребенок маленький, и оплачивать такие суммы ежемесячно. А куда обращаться, я не знаю даже. У меня в этом месяце нагорелось. У нас все лампочки в коридоре подключены к счетчику. Все-все-все. У меня нагорелось 126 киловатт. То есть я 500 рублей всего. А ОДН у меня 3,5. То есть я в 7 раз больше плачу ОДН, чем я заплатила за себя. Представляете, какая разница. Но я заплатила ОДН 200 рублей. Я 3,5 не могу платить. У меня пенсии 15 тысяч. Из них 11 мне надо будет платить за коммунальные услуги. Это что за беспредел? Слова обещанных подтверждают квитанции. Уже обратились в прокуратуру. Оттуда жалобы перенаправлены в жилинспекцию. Ну а коммунальный рейд напрямую отправился в ресурсоснабжающую организацию. С 1 июля законодательство изменилось. И теперь полностью весь потребленный коммунальный ресурс с собственниками многоквартирных домов, комнат, полностью им выставляется уже ресурсоснабжающей организации. В тех случаях, если управляющей компании в многоквартирном доме нету, то есть, ну, понимаем, да, управляющая компания, либо ТСЖ, либо жилищная организация, соответственно, этот полностью ОДН начисляется собственником жилья. Получается, что ОДН выросли не только в этом доме, но не в 6 же раз. С 50 рублей до 3 тысяч. По официальным данным, площадь помещений общего имущества в доме чуть больше 600 квадратных метров. Нет освещения и над единственным подъездом. Люди рассказывают, что из-за кромешной темноты уже многие здесь получили травмы. Я упала и убилась. У меня вот такая шишка. Ну, я привыкла ходить на работу. Я с этой шишкой на работу пришла. Ну, в общем, свет вообще... А сейчас горит только на пятом этаже. И на первом даже убрали. В общем, вот все. У нас вечером здесь темнота. Общежитие вообще никак не подсвечивается. И вечером с крыльца там убиться можно. То есть, подсветки вообще нет никакой. По нашей просьбе сотрудники энергокомпании провели внеплановую проверку в данном доме. Проверяли персональные приборы учета, входы и подключения, статистику платежей. Для корректного расчета, то есть платы за коммунальные услуги, у потребителей есть возможность передавать показания в период с 23 по 25 число, чтобы расчет за УДН был более верным, так скажем. Что касается именно конкретно этого дома, по адресу, уже ранее сказал, переулок почтовый 15, в этом доме жильцы не передают показания в полном объеме. То есть, кто-то передал, кто-то не передал. То есть, нет такого, как по всем остальным многоквартирным домам города. В доме 15 по переулку почтовой нет управляющей компании, нет ТСЖ, есть ТСН. Причем председатель является директором одной из организаций, расположенных на первом этаже здания. Так может быть проблема больших объемов потребления электроэнергии именно в многочисленных офисных соседях? Я вот видела квитанции, бывает у них задолженности, и задолженности не за один месяц. Но опять же, они же оплачивают потом, и мы подаем сведения каждый месяц. Стали подавать в Алтай-Край Энерго сведения за месяц. То есть, все счетчики, все показания, и не может быть, чтобы у нас опять пришло еще больше, чем в том месяце, чем в июле. У нас пришло за август еще больше, чем мы никогда не подавали даже. Ну, просто в этом надо разбираться, и нас никто не слышит, куда бы мы ни обращались. Не выявило нарушителей среди крупных соседей и проверка. А вот к собственникам и нанимателям появились и вопросы, и рекомендации. Рекомендации с нашей стороны, то есть со стороны Алтай-Край Энерго, провести собрание собственников жилья, выбрать председателя дома, то есть именно старшего по дому, и начать самое минимальное, то есть передавать показания в нашу компанию. Уже тогда будет распределение более верным. Этому дому почти 40 лет. Проводка в холлах и на лестничных пролетах напоминает черные облезлые лианы. Ремонт электросети не проводился давно. Выглядит все это крайне ненадежно. Подключиться к электроэнергии не через прибор учета, а через вот такой, полуобгоревший щит, знающему человеку труда не составит. Есть у нас на сегодняшний день также постановление правительства Российской Федерации номер 491 от 13 августа 2006 года, где конкретно прописывается, то есть порядок, порядок, то есть кто за что несет ответственности. Также, то есть жильцы многоквартирного дома, согласно пункта номер 8, должны, то есть собственники жилья, должны нести, несут ответственность за свои внутренние электросети, которые находятся именно в многоквартирном доме. На сегодняшний день обслуживание данного дома никто не производил, не проводили ни ремонты, ни обслуживания, ничего вообще не делалось, ни ревизий никаких не производилось. Проверка приборов учета в почтовом 15 длилась три дня. Ее итоги удивили не только электриков, но и самих собственников. У них в этих секциях, то есть освещение, кухня, в которой электроплита стоит, она у них подключена к общедомовым нуждам. То есть на каждом этаже, где есть плиты на кухнях, плюс освещение, все это в коридорах, там у них вот в секциях в ванной, в туалете, это все на общедомовые нужды падает. 56 квартир, если даже по 300 киловатт посчитать, то примерно это уже на 17 с лишним тысяч киловаттах набегает. Только за счет того, что люди пользуются плитами. Я уже не говорю про освещение. Притом они как бы начали пояснять моему сотруднику, что да у нас тут лампочки энергосберегающие стоят. Я говорю, давайте мы же с вами вместе ходим, как раз посмотрим лампочки, какие у вас мощности стоят лампочек. В среднем 100 ваттки стоят, но особенно, говорит, в санузлах и на кухнях. Говорит, 100 ваттные стоят в коридорах, там есть где 60-ки. И вот они все постоянно горят, потому что в коридоре мало кто выключает свет. Работа над ошибками. Первое. Собственникам и нанимателям жилья необходимо избрать старшего по подъезду, который будет заниматься сбором и передачей данных прибору учета в указанные законом сроки. Второе. Внутридомовая электропроводка и щиты требуют срочного ремонта. Третье. Необходимо отключить от общедомового прибора все неучтенные провода, идущие от общих кухонь, коридоров и других помещений совмещенного пользования. Четвертое. Только в этом случае в условиях изменившегося законодательства в данном конкретном доме можно будет снизить величину ОДН. И, наконец, пятое. Увы, но оплатить уже выставленные счета людям придется. Смотрите через неделю. Тактика и аргументы генерального подрядчика, почему ремонт дворов по комфортной программе в этом году стал для Бийска головной болью. Смотрите программу «Коммунальный рейд» на странице Бийского телевидения, на видеохостинге YouTube, в группах «Бийский город» в социальных сетях, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bework.ru.